– Скажите, какие у вас были ощущения с фаворитом Сергеем Сергеем? Как сейчас расстат силы оценивается? Изменился ли он у вас? – Я давно не вижу изменений у него. У него осталась скорость, дистанция, удар, но что-то нового. С топовыми бойцами надо придумывать что-то новое, что-то инженерское, либо техническое исполнение. По мне, он работает на старых дрожжах. – Соотношение силы не в его пользу или как? – Нет, кстати, я бы не сказал. – Почему? – Я был в Америке, недалеко был, я слышал о его лагере. Он очень хорошо работает, он настроен на реванш. Так сказать, что он не фаворит – это точно, но снимать с счетов его нельзя. – Да. Раненый, зверевый, напасен. – Ему сейчас 35 лет. Скажите, когда для боксера наступает критический возраст, когда понятно, что он идет на спад и прежнего на пике уже не увидишь? – По моему опыту – 32-34 лет. – То есть Ковалев уже определенно этот порог перешел? – Да. У нас эксклюзивные ребята, в основном боксируют в тяжеловесах, потому что у них ритм боев не такой интенсивный, как в легковесных средневесах. И уровень подготовки чуть другой, уровень жизни другой. Ну, силу жизни другого. Поэтому они, может быть, и дольше боксируют. Ну, в среднем, но все-таки первая сложность – падает скорость. А против молодых скоростных выносливых, конечно, уже тяжело. – У Ковалева скорость упала? – Нет, я думаю, не упала скорость. По последним боям я бы не сказал, что он был хуже, но по мне он вылетал из боя. Знаете такое выражение у нас боксеров – вылетел из боя? Вот он работает, работает. Если вы понимаете, о чем я говорю. – Лучше расшифруйте эту фразу. – Да. Но он работает, ведет свой стиль. Вроде он должен это делать. У него есть план какой-то. И вдруг он растопорился. Он начинает делать другие вещи. То ли защищаться, то ли отвлекаться. Это называется вылетел из боя. – Ну, выключился по сути. – Да. Он не ведет бой. То есть боксер должен вести бой всегда. Либо он защищается, контратакует. Он должен вести бой. Когда ведет бой боксер, он всегда чуть-чуть на шаг быстрее и лучше своего соперника. А тут он все вроде правильно делает. Потом раз на несколько секунд вылетает. Что с ним получается в это время? Подумал о кого-нибудь. Звуки из зала. Мысль какая-то неожиданная пришла. Что ему надо другое сделать. И вот в эти моменты он и такие роковые явные получаются. – Концентрацию, проще говоря, теряет? – Ну, пускай это будет так, да. С простыми словами – концентрация. – Про уровень Элидера Альвареса. Как вы его характеризуете? Он выше того, что показывали Челембо или Жон Паскал? Или примерно на том же уровне? – Нет, он повыше, конечно. – Серьезно или немного выше? – Немного, но он лучше их. Челембо – он просто большой и сильный. Паскал – редкий, быстрый. Но он не такой обычный. Я говорю, разобрался с ними, как хотел и по тактическим моментам. С одним он работал так, с другим он так. – С Челембо… – С Альваресом? – С Альваресом так не получается. Он такой непредсказуемый. Он может ее атаковать. Он может назад пойти. Он может за глухую защиту пойти. Он может специально взять перекрыса. Я бы не стал сравнивать, но он немного похож на Ворлова. – Может быть. У меня лично большое опасение за то, что хватит Сергея на все 12 раундов в одном темпе провести. На мой взгляд этого не хватит. В этой связи мне кажется, что ему лучше сделать ставку на нокаут в первой половине боя. Если поединок сам будет равный, то даже не факт, что ему судьи отдадут этот бой. А вам, как кажется, стоит ли своим боксерам нокаутируй его прямо здесь в первых раундах? Дальше у тебя уже ничего не получится. Бывало такое? – Я всем говорю. Если ты не нокаутируешь его сейчас, то он тебя нокаутирует через минуту. – То есть Ковалеву тоже надо действовать на такого ключа. Нокаутируйте соперника и как можно быстрее. Не затягивайте. Если он попал, то он должен добивать так, чтобы судья оттащил. Но другого шанса нет. Ребята взрослые с характером, с весом бьют все. Один раз попал и все. – Итоговое. Какие ваши ощущения, кто победит? – Давайте. Я вообще не сторонник делать прогнозов. – А в процентах тоже не скажете? – Нет, не буду говорить. У меня почему это не получается. Правда, я на боксер не ставлю. Я ставлю на футбол, обычно на свою любимую команду, на хоккей. Но мне почему-то все время поигрываю. – А у вас любимая команда какая? – Зенит, СКА. – Ага. – У Ковалева шансов на победу в этом бою больше, чем у Спартака в чемпионате России? – Конечно. Главное в первых пяти раундах. Не расслабиться и сделать свою работу, которую хорошо он умеет.